2 сентября иду. Первый раз в седьмой класс. Второго уже шанса не будет, да? Да, вот мне он прилетел. Ну как сказать, прилетел? Его кто-то скинул из окна четвёртого этажа школы. Я не знаю, как вообще можно было сейчас там зайти в школу с этим самокатом и просто кинули в нас в толпу. Зашибись, да? Блин. Неудобно одной рукой снимать. Да и вообще, зачем я снимаю на телефон? У меня же есть нормальная камера. Вот так вот, пацаны. Первый сентябрь. Так, переходить дорогу сейчас. Первый сентября, точнее второе. Ну как бы, первое, второе. Такой вот приз прилетел мне за то, что пришёл. Ну не мне прям, но он просто там... Я зря не заснял. Я просто телефон забыл вытащить, хотя это неожиданно было. Он просто бамс и прилетел вот в толпу вот-то, где седьмой Г стоял наш, где седьмой В и седьмой Д. И восьмой... И восьмой Ж стоял где. Ну, восьмой Ж в смысле класс. Что же ещё? Вот туда к нам, прям поближе к нам, киданули прям самокат с крыши. Прикольно. Блин, зачем я это записываю? Надо было там на месте записывать, но я просто забыл включить телефон. Я потом буду выяснять, снимать мне телефон, как обычно, потому что камера обычно либо забита, либо разрежена. Домой иду. КамАЗ меня встречает, старый добрый. Старый знакомый. О, вот так-то лучше вести нафиг. Откуда дровишки? Из леса вести его. Он ещё грязный какой-то. Он прям... 4-й этаже там единственное окно было открыто на 4-м этаже только. И прям в него выкинули его, прям в нас. Он долбанулся, он согнулся, колесо и всё. Около нас. Зачем я его взял, только я не понимаю. Зачем я снимаю, как я его взял? Я просто уже снимал видео, только на профессиональную камеру. На профессиональной камере там картинка другая, нормально. Руки не трясутся. Какой алкаша. Зачем я реально... Зачем я защу его? Всё нафиг. Сейчас бабки буду поднимать. Кому нужен самокат, нафиг? 40 рублей. Хотя его ремонтить надо. Как всегда, надо вести всё в дюревню. Снимаю, блин. Домой пришёл. Блин, в пиджаке всё. Неудобно снимать. Ну, потому что вот... Сейчас... Сейчас, не знаю, подарок кому-то остал. Блин. Какие-то узоры страшные. Ну да. Ну, хорошо, что я не в первых рядах стоял, а то мало ли чё. А то в меня бы прилетел прям с четвёртого этажа. Такой весёленький подарочек. Блин. Как всегда. Потом вот засниму, потому что отрю руки и всё трясётся. Ничего не видно. Непонятно. Можете ставить его здесь. Как это... Выпил, покатался. Опять срач устроил кто-то. Ну, для чего вот. Вот-вот-вот так надо это убирать. Видите, я... Блин, а как я так сделаю? Пофиг, потом уберут. Я могу, кстати... Нет, не буду его выкидывать. Сейчас я приколку и какой... Сейчас засниму. Сейчас засниму. А, блин. Я на нём даже... Блин. Ну, это, конечно, весёлый такой подарочек. Его Димон хотел забрать, но я подумал, я у него отобрал. Зачем только... Зачем только Димонон, я не понимаю. Металлолома... В нём нет веса вообще. Металлолом сдавать, чтобы... А так, я не знаю. Я его... Я его отвезу в деревню. Блин, он падает. И вот сход-развал нарушен. Вот. Видно ли? Я его в деревню привезу. Скорее всего, я засниму. Ставлю ось тупо арматуривную. И всё. И эти колёс поменяю от коляски, от старых. Вот такую хрень наклеили, чтобы это... Это чтобы не красить краской лишнее. И то есть, они приклеили... Вот так вот приклеили. Зашибись. Просто вот... Капец, блин. Так, внимание. Секретный код. Фу, ёп. Кто домофон засрал? Паста Егои, блин. Немножко поснимаю свою жизнь. Типичную. Как всегда. Какая-то вот хрень происходит. Я... В меня либо прилетает трофей, либо я его нахожу. Вот. Мне установили новый лифт. Новый говнолифт вот такой. Можно вот так... Блядь, не включился. Во. Давай, да. Опа. Блядь, что это? Зачем я всё это снимаю? Господи. Я-я-я... Не надо. Не на этот. Третий этаж. Не на этот. Я ошибся. По привычке. Ага. Вот. Так. Зачем во всего? Капец, блин. Я, думаю, ещё сейчас пытался прокатиться, но у него же он там металлическое. Так-то. Он нормальный. Прокатиться на нём можно вообще. Только вот то, что эта фигня говорит, мне не нравится. Надо выпаять. Или не знаю, сделать так, чтобы потише. Так, мой гениальный замок. Так, тихо. И, типа, я не знаю даже куда. Вот только поставлю пока что. Ну, нормас. Светулька плохая здесь. Лампочка перегорала. Хотел заменить, а потом я... Это я тоже должен был заснять. Я встал на табуретку и понял, что я нифига не вижу. То есть свет был выключен. Это было уже дело вечером. Я открыл эту дверь. Даже вот сейчас день, если бы здесь выключено было, я даже нифига не видел, как там откручивать. Оно там на винтах держится. Ещё плюс трофей нафиг. Ну, ладно. И так, конечно, жизнь продолжается. Но можно по приколу ещё поснимать чуть-чуть. Просто интересно посмотреть. Я никогда вот по подъезду по-своему не ходил. А интересно, значит. Стиралка и Рима. Да, слушайте, стиралка чья-то. Да, барабан прям. Надо спросить, чья потом забрать. Я такую советскую технику не коррекционирую. Я её собираю и смотрю, чиполом не чинил. Потому что вот казалось бы, сейчас это хлам, а вот годик-четыре пройдёт и всё. И как бы... Ну-ка, звонит? Звонит? Нет, почему-то не звонит. Должно сейчас зазвонить. Чё-то странно не звонит. Ну прошло уже сколько там? Пять? А, минута. Звони. Чё ты не звонишь? Звонил, походу, не работает. Тут где порошка отделение. У меня такая была, по-моему, машинка. А, нет, тут это проводится. Ага. Её выкинуть, походу, собрались. Не открывать до полной стойки барабаны. Еврика. Еврика третья. Слушайте, у меня такая вот была у друга, у бабушки его. Только это... Еврика не третья, а по-моему, даже... Даже это не Еврика, а... Волна четыре, по-моему, так и назывался. Моего друга. Она примерно так же выглядела, только здесь голубая и четыре крутилки. То есть настройка времени, настройка вращения и настройка, типа, режима и настройка... Там не настройка, а просто том, где включение-выключение. Лихтовые шахты, там всё такое. Вся фигня. Дверь какую-то упорную сделали. То есть, типа, ладно, там вот у этих, у пятиэтажных лестницы есть. А тут у нас просто улучшенка девятиэтажная. Так что да. Потом я разузнаю. Если её выкидывать, конечно, будут, то я, конечно, её заберу. Потому что это, по-моему, это, если я не ошибаюсь, это 1974 год. Или 80-й, не помню. По-моему, да. Ну, потому что звонилка и четыре режима. А, нет, режим только три. А, ну всё, тогда это, да. Это значит, 1974, по-моему, год, да. Ну, ладно, это всё. Ладно. Тут такая лестница. Ну, тут ничего интересного. На них, главное, не провалиться. Тут, да. Тут вообще ничего интересного. Ну, по строению её с машинкой стиральной. Тут, конечно, ничего больше интересного не будет. Ну, состояние прям для такта хорошее. То есть, вот она. Да, слушайте. Тут даже вот эта защёлка барабана. То есть, типа, его надо потом вручную поворачивать, если он это... Если он не дошёл до... Ну, не до конца, как сказать. Если он... Вот. Это реально, блин. Надо спросить, кто владельцы, будет ли выкидывать. Потому что такое я... Вообще, я... Я коллекционирую. Сейчас у меня там в деревне два велика советских. Школьник, по-моему, или аистёнок, не помню, такой. Зелёный, тонкий. И второй маленький, по-моему, я малыш. Широкий рисунок. Ну, ладно, это всё потом. Так что, всё.